Для Сыктывдинского района стройка такого рода – пилотный проект. Все расходы по строительству и дальнейшему содержанию объекта взял на себя местный предприниматель. В прошлом – сам успешный спортсмен и тренер. Особый небывалый случай, за мою практику, чтобы предприниматель взял на себя государственную задачу, именно в части обеспечения спортивными объектами населения республики. Данное событие требует особого внимания со стороны властей всех уровней и определенного поощрения такой практики, потому что человек вкладывает свои деньги, личные деньги, которые он заработал в бизнесе. На возведение сооружения бизнес потратит более 80 миллионов рублей. Будущий спорткомплекс хоть будет и в частной собственности, но детям обещают бесплатные занятия. Уже в 21-м году здесь начнут работу два отделения – по вольной борьбе и художественной гимнастике. Больше не надо ехать в Сыктывкар, чтобы заниматься любимым спортом. Наша задача – как можно больше детей с улицы и от компьютера, особенно от компьютера, завести сюда, в наш зал и дать им здоровье. А у кого большой спорт получится, тот получится. Но главная задача – это здоровье. Уже ведутся работы по подбору тренерского состава. Их услуги будут оплачивать республиканские спортшколы. Также здесь оборудуют тренажерные фитнес-залы. Но уже сейчас будущий комплекс неофициально именуют «Домом борьбы». Ведь этот вид спорта здесь будет определяющим. Однако и вольная борьба, и художественная гимнастика – олимпийские виды. Не исключено, что для кого-то это будет важная ступенька. Ольга Ладыгина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.